Сейчас я хочу рассказать немножечко о том, какая опционная стратегия, как у меня дела с опционами. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я давно не рассказывал про опционы. Наверное, люди заждались. На самом деле, почему? Ну, потому что эти вещи интересуют достаточно узкий круг лиц, и поэтому, наверное, стоит обращать меньше внимания на своем канале. Но, тем не менее, очень многие интересуются. И сейчас я хочу ответить тем, кто говорит, что опционы – это огромные-огромные риски. Да, это действительно так, если ими пользоваться неправильно, но когда мы строим опционные стратегии, то опционные стратегии позволяют как раз управлять этими рисками. И вот в этом смысле я сейчас хочу рассказать о той стратегии, которую я вот начинаю строить. Ну, смотрите. Очень небольшая сумма там вложена в районе 38 тысяч рублей. Это 500 долларов США. И вот я решил поставить цель – заработать 10% за месяц. Ну, вы знаете, что опционные стратегии это позволяют, потому что они довольно-таки агрессивные, и это достаточно агрессивные стратегии, естественно. Вот. Что люди говорят, что есть огромные риски. Вот. Я сейчас хочу как раз рассказать о том, как опционные стратегии позволяют уменьшить эти риски. То есть, смотрите. Вот у нас нефть, она идет, 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 идет. И куда она пойдет дальше? Ну, с одной стороны, вот он вот, март месяц, там коронавирус, значит, там переизбыток нефти. И собирается ОПЕК+. И, в общем сказать, беспрецедентное сокращение добычи нефти. То есть, ну, такого не было еще. Единство, потому что, ну, все хранилища переполнены, а спрос на нефть упал в связи с пандемией. То есть, ну, и нефть, вы знаете, падала ниже нуля. После этого нефть начала восстанавливаться. И вот опционная стратегия, которая была, она завершилась предыдущая. Сейчас я начинаю строить новую. Смотрите, 500 долларов США. И как я ограничиваю риски? Давайте посмотрим на мою стратегию. Вот, смотрим на вот эту темно-синюю линию. Это цель. Итак, я повторяю, что 38 тысяч рублей на счете. То есть, где-то в районе 500 долларов. Здесь валюта рубли. Я не помню, где-то была настройка по валюте. Ну, не так важно. Валюта рубли. 38 тысяч. И вот, если стратегия рассчитана, заканчивается 25 июня 2020 года. Вот, то есть, если к этому времени цена на нефть не изменится, вот текущий момент, то данная стратегия принесет 11 тысяч 200 с лишним рублей. Ну, вы понимаете, что это 30 с лишним процентов. Я повторяю, что моя цель сделать 10 процентов за месяц. Куда уйдут остальные 6 тысяч? Остальные 6 тысяч уйдут на управление стратегией. Посмотрите, что сделано. Сейчас стратегия, в общем-то, симметричная. Куплено 9 опционов ПУД со страйком 33. Это примерно вот здесь. Сейчас я уберу фьючерс, чтобы он не мешал. Вот так. Посмотрите, как ограничены мои убытки. То есть, если все, вот нефть основилась и все, то у меня будет 11 тысяч 250 рублей, предположим. Ну, где-то так. Вот, прибыли. Но если нефть изменится сильно в ту или другую сторону, если нефть упадет, то, смотрите, естественно, мои ожидания по прибыли резко уменьшатся, потому что будет убыток приносить вот этот вот ПУД, вот эта позиция, минус 9. И в сумме получится, что я получу максимальный убыток в размере 1333 рубля. То есть, если нефть упадет даже до нуля, то мой убыток будет 1333 рубля. Почему? Потому что вот эта позиция будет приносить мне убытки, а вот эта будет генерировать прибыль. И прибыль и убытки по 9 опционам. 9 опционов генерируют прибыль, 9 опционов генерируют убытки. То есть, соответственно, они друг друга компенсируют, взаимно уничтожают. И вы видите, что... Сейчас она обновится. Вы видите, что... 0. То есть, убыток минус 1.33 – это разница в премиях. И вот этот вот убыток можно сделать так, что он будет даже выше нуля. Но для этого нужно терпение. Я к этому буду стремиться в процессе управления стратегиями. Вот. Теперь дальше. Что будет в случае роста цен? В случае роста цен у меня, опять же, вот эта вот вся прибыль обеспечена, ожидаемая прибыль обеспечена премиями на центральном страйке. проданный колл со страйком 36 долларов за баррель и со страйком 37 долларов за баррель. И купленный, то есть, такое же количество, минус 5, здесь минус 5, здесь 10. Купленный опционный колл со страйком 39. То есть, ну, здесь немножечко другая ситуация. Максимальный убыток у меня будет минус 6272 доллара. Вот. И что интересно, вот она, красная линия. Посмотрите, красная линия – это текущее положение, текущее, ну, как бы, положение, которым я как раз и буду управлять. Вот, наклон кривой говорит о том, что у меня сейчас как бы прибыль будет увеличиваться, если нефть будет падать. С какой скоростью она будет увеличиваться? Смотрим на дельту. Вот она, минус 0,65. То есть, в принципе, это равносильно тому, как, ну, если бы я купил, если бы я продал 0,65 фьючерсов на нефть. Вот так. Вот. Ну, сейчас я, у меня куплен один фьючерс, поэтому дельта 0,35. То есть, если нефть будет уменьшаться, то немножечко у меня будет уменьшаться вариационная маржа, но если нефть увеличивается, то немножечко увеличивается вариационная маржа. Ну, в принципе, она стоит на месте. Для чего я купил этот фьючерс? Как раз для того, чтобы была возможность передвинуть позицию. Вот эту вот позицию. То есть, если нефть начнет расти, то у меня вырастет вот эта позиция купленной фьючерс. Я его купил, и он растет, он компенсирует потери на вот этом опционе колл, который будет, естественно, терять. Я взаимно, ну, как бы они компенсируют друг друга. Я выкупаю вот эти опционы колл, в чем заключается управление стратегией, и продаю вот эти опционы колл. То есть, вот эти минус 5, по идее, должны стать 0, а вот здесь будет минус 10, здесь минус 10, 10. Кривая будет вот где-то здесь, она будет примерно, ну, высота понизится, но зато ширина диапазона увеличится. И таким образом я буду управлять, покупая, с одной стороны, фьючерс, когда подходят границы верхней или к нижней. Если к нижней, то я буду продавать этот фьючерс и, соответственно, передвигать позицию. Тем самым вершина горы будет снижаться вплоть до, вот если она снизится вот до сих пор, то это вот моя цель. Примерно вот 3800 рублей, вот примерно вот до такой величины. Она должна размазаться и она уйдет вширь. Вот такое управление стратегиями. Ну, и вы видите, что максимальный убыток, вот, если фьючерс убрать, то он сейчас ограничен. Здесь убыток ограничен, ну, где-то там сколько, 1333, это 0, там, нет, это 1%, что ли, там, или 3%. Вот, ну, здесь убыток пока максимальный 20%, но еще очень-очень далеко до окончания этой стратегии, поэтому все впереди, наблюдайте. Я буду об этом, наверное, рассказывать. Но вы видите, что можно с успехом уменьшить риски, то есть свести их до нуля. В идеале у меня будет вот это вот здесь прямая выше нуля и здесь прямая выше нуля. Ну, а здесь как получится. Тогда я просто могу забыть и забить на все, соответственно, до экспирации данной стратегии. Вот так можно управлять рисками на опционах. Чем отличаются опционы? Тем, что, ну, купленные опционы дают ограничение по убыткам и неограниченную прибыль, но при этом убыток ограничен премией. Проданные опционы, они как раз позволяют с точностью наоборот. Прибыль ограничена, но зато убыток не ограничен. Если их друг с другом как-то скомпоновать, то получается, что мы продаем, вот у меня прибыль здесь жестко ограничена, вы видите вершину, да? Ну, она ограничена 30% прибыли. Если я получу 30% прибыли, я буду просто счастлив. Вот. Но прибыль ограничена, но зато и убытки ограничены за счет купленных опционов. Поэтому надо именно опционы использовать в виде стратегий. Ограничивать. Мы ограничиваем прибыль, но мы ограничиваем и убытки. Вот в чем дело. Понимаете? Если вы покупаете просто фьючерс, то посмотрите, что получается, что такое просто фьючерс. Просто фьючерс – это вот что. Это неограниченная прибыль, конечно, но и убытки тоже неограничены. Опционы – это всегда либо ограниченная прибыль, либо ограниченные убытки. А опционы и стратегии – это и ограниченная прибыль, и ограниченные убытки. Надо сделать так, чтобы прибыль была максимальной, а убытки были минимальные. Все. И вот в этом заключается вся суть. Я надеюсь, что я передал мысли, которые я хотел передать. Задавайте вопросы. Курс по опционам по-прежнему доступен, он в записи. По-прежнему я в чате очень подробно рассказываю участникам. И там же я рассказываю не просто то, что я делаю, а то как раз обоснование тому, что я делаю. И я делаю это более оперативно, чем здесь. Поэтому если вы приобретете курс по опционам, то вы будете тоже приглашены в этот чат. И вместе будем ограничивать свои убытки, страховать их и получать прибыль. Согласитесь, что 10% за месяц – это очень даже неплохо. И вы видите, что это абсолютно реально. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok